итак всем доброе утро уважаемые мазители сами студии я александр бальберин преподатель компании в паре городе раз под одной мы готовы успеть нашим семинару по нефть металлом и кросс курсом на текущий день сегодня среда дождались мы этого дня очень важный день потому что сегодня выходит очень много важных макроэкономической статистики которая уже поставит настроение рынка как минимум до окончания текущей недели это как всегда важным напомним что сегодня у нас с вами ввп по сша и заявление фом с указанием процентной ставки и так переходим для начала к графикам и это у нас золото вчера вечером а я запись забыл запустить точнее вчера днем мы говорили с вами что том что у нас есть два возможных входом первый это на отбой от уровня 12 00 достаточно рисковый вход потому что это только самое начало накоплений и уже более оптимальный вход при выходе из данного накопления несмотря на активные продажи и попытки сорвать этот рост всплеск прошел на ура буквально за одну минуту поэтому как бы успеть можно было только в тот момент когда можно было успеть только в предыдущие часы на моменте выхода из этой консолидации что же цели мы с вами достигли стоп лосс вечером я рекомендовал перенести по центру данного диапазона цель половину елена ну поздравляю в любом случае сегодня мы с вами золотом уходим первопричин множество во первых самая главная ситуация что сегодня могут развести объясню причину развода неизвестно какие данные будут по ввп и неизвестно что же заявит потому что если кто-то согласен что ему что-то известно и вот здесь с учетом текущего повального снижения доллара которая позитивно пока что влияет на золото и попытки уходом американских фьючей снова за уровень 2100 на верхнюю границу необходимо понять если у нас выходит провальная да это будет хороший всплеск по золоту и мы полетим достаточно высоко однако после таких двух всплесков у нас на текущий день скорее всего будет до этих данных проходить консолидации и эту консолидацию проторговать принципиально будет невозможно почему в идеале сейчас формируется классический флаг мы уже много раз видели на золоте золото вообще я часто говорил она любитель всех флагов и накоплений перри как во время импульсных снижений так и во время краткосрочного роста вот флаги 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 туда не плюнь но сегодня тот момент когда есть стата и и поэтому притом важно поэтому есть только два возможных действия первое ввп выходит паровальным получаем такой же всплеск после чего небольшую проторговку в итоге вы на окончании движения только встанете скорее всего в проторговку поэтому по заседанию фонс говорит что дождаться его вечером к этому моменту уже где на динамика совсем изменится потому что там будет оглашать ставку и с учетом уже данных которые мы знаем пвп цена опять уйдет консолидации то есть как это может выглядеть плохое ввп всплеск и снова что-то типа флага до фонс однако есть статистика выйдет положительная по сша в чем я к сожалению сомневаюсь а мои сомнения не должны быть восприняты как какой-то какая-то рекомендации к текущей по текущей торговли вот если данные выйдут негативные потому что прогнозы значение так принципа нанижена даже если факт совпадет с прогнозом по сути говоря это будет уже негатив для американские валюты для американской экономики в целом поэтому еще раз говорю золото скорее всего отработает вот такую динамику напоминаю у нас главное главная цель в принципе текущим всплеском это 1225 можно поставить нейтральную позицию с двумя стоп лоссами но можно нарваться на проскальзывание что значит нейтральная позиция в данном случае купить продать то есть открыть две сделки одинакового объема в двух направлениях и по флагу поставить по каждой из позиций стоп лосс это как один из вариантов работы но еще раз говорю вот это всплеск открываем минуты просто график и мы просто понимаем что вот такой вот полет на 7 долларов в принципе немного достаточно не позволит нам выжить из такой сделки максим конечно можно поиграть с опционами но поставить на это позицию но все равно достаточно рисковая ситуация сейчас она скорее всего будет корректироваться потому что пока что фьючерсы фондовый индекс вчера закрылся выше уровня 2100 что как бы немного намекает что пойдем далеко вверх осталось только дождаться вот этого триггера сегодня их два если опять же ввп будет положительного золото будет выходить за уровень 2100 сначала нужно дождаться движение вниз посмотреть как будет пробивать если не импульсного с возвратом то здесь либо формирование уже будет фигура голова и плечи либо истинный пробой и уход на 18 в чем я пока что сомневаюсь исходя из последних статистических показателей поэтому вариант без рисковой сделки был был цели забрали забрали да конечно кто скажет зря мы тогда не взяли лонг от уровня 1180 но тогда надеяться просто на отбойный уровень несмотря на то что он у нас достаточно проторгованный по истории я не решился поэтому текущем плане золото ставим на паузу до текущих до данных если честно сегодняшняя аналитика наверное и будет идти по слове пауза потому что будем смотреть как какая динамика может пройти на новостных данных потому что заходить в позицию берет публикации статистических показателей такой важности это все равно что играть в рулетку мы с вами этим не занимаемся вот переходим к нефти по нефти у нас с вами продолжается консолидация выше текущих накоплений вчера всплеск который был связан с активными покупками нефти многие объяснили тем что было задержано иранскими пограничниками американское судно все начало конфликта то что многие посчитали что все мы знаем что в июне месяце ожидается снятие санкции с ирана а это представит возможность иранской нефти выйти на мировой рынок не так-то и много но для нефтяных цен это скорее всего негатив именно по дальнейшему снижению поэтому вот эту новость отыграли что мы с вами видим на графе а мы с вами видим консолидацию выше текущих уровней при том уровне которые меняют по сути говоря все продажи напомню на бренде мы с вами вышли из диапазона 63 долларов за баррель что катка скотчей перспективе намекает на то что это у у нас с вами финализация данного движения про действие по действию текущих новостных данных ввп и фонс как они повлияют на цены на нефть я сказать к сожалению не могу поэтому пока что на нефти пауз если опять же неделю закроем пробоем о чем мы с вами говорили переход в желтую зону нефтемарки бренд и уход витя из уровень 55 это можно будет рассмотреть как окончание коррекционного движения потому что в принципе цели мы даже перри выполнили вышли из диапазона пока что это считается как более коррекционным движением они разворотным поэтому пока что ждем хотя как кому как плохо факт один пока что консолидация не говорю консолидация более похоже на дальнейшее продолжение движения данные сегодня также выходит по нефти сша в 1730 по запасам традиционно эти данные занижены традиционно эти данные коррелировать невозможно потому что то запасы увеличивают что запасы уменьшаются при этом нефти реагирует на эти данные по-своему поэтому это будет просто триггер зависимости от того где мы будем находиться на текущий момент если будем пробивать подходить к верхним границам и триггер будет положительным вы возможно сможем пройти этот диапазон но опять же до минуток форс поэтому опять же с них достаточно туманная картина переходим к кросс курсом американский в принципе ничего с вами разобрали пока что взгляды наверх несмотря на то что скоро должна актуализироваться поговорка целыми и целыми нгл и что означает продавая все в мае и уходи с рынка пока что динамика текущего индекса не говорит о том что там профилирует перевес так сказать продавцов над покупателями здесь открыты достаточно мощные спекулятивные позиции выше каждого нового максимума поставлены стопы поэтому в принципе буквально движение на 10-15 пунктов вверх первый раз когда мы тестили вчера этот уровень закрытие коротких позиций активных не было что не привело дальнейшему ронду росту индекса но это не означает что этот тест мы с вами попытаемся сделать уже сегодня тем более что данные способствуют почему потому что есть здесь перевес большая часть покупателей держит стопы в районе от 2100 до 2200 до 2075 пунктов продавцы же держит соответственно стоит зацепить это сегодня на ввп либо на функции мы увидим прекрасный полет нашего американского индекса пунктов на 30-40 при этом еще раз говорю куда будет импульс туда и будет дальнейшее движение категорически не рекомендую импульс отторговать в противоположном направлении то есть если будет всплеск вверх продавать не стоит все вы знаете что по импульсу скорее всего будет дальнейшего продукта переходим к раскурсам по австралийцу по евро австралийцу у нас вчера открылся вход опять же я напомню что цели каждый из вас должен мерить сам когда их не расставляю человек не расставлял потому что нужно было следить за динамикой в итоге сделка давала момент фигуру но опять же вопрос о вашей фиксации будет ли продолжаться дальнейшее движение все зависит от ретеста уровня 138 если есть те кто еще держит малые локальные позиции стоп-лосс под текущий час если перебьют можно будет заходить это 138 заново но не лимитным ордер орденом а когда будет формироваться отбоя текущего пока что на деле фрейме мы вышли импульсом из этого уровня что обновили новый минимум и это вот меня немного смущает почему потому что сейчас должна здесь начаться проторговка если проторговки не будет то текущее движение перспективе назвать если нам будет нельзя сегодня если будет ложный пробой вверх уровень 138 подтверждает свою силу и буду смотреть от ланга уже завтра евро канадец по евро канадцу выход из треугольника я пока что не считаю истинным потому что опять же у нас треугольник достаточно шаршавый как ни крути пока что здесь у нас происходит аккумуляция скорее всего будет проще поставить здесь верхнюю границу считать данный треугольник именно прямоугольным с плашкой поверху но было бы оптимально затуре не ставите от уровня 132 как говорится многие бы уже отработали данный вход с другой стороны по четырехчасовому четырехчасовому фрейму мы с вами видим что область сопротивления находится пока что уровне 132 30 именно поэтому я пока что не изменяю свой взгляд на поход вниз пробой возвращения так сказать к нижней границе треугольника и пробой данной области цели по евро канадцу это наконец-таки потестить уровень 1.3 потому что теста на данный момент еще евро фунт чабла до прямого фире рекомендации закрыть наши короткие позиции как оказалось не зря вышла статистика по англии которая оказалась не негативной что принципе еще раз говорю на этом всплеске если бы не закрыли вручную получили бы лишнего вася что нужно понимать в текущей картине так евро фунт евро фунт пока что динамика все-таки остается направленный вниз несмотря на импульс мы снова выходим из этого диапазона присоединяться к текущим продажам я считаю на сегодняшний момент будет нерациональным евро зоне всего лишь индекс потребительских цен просто что мы с вами видим мы видим с вами что этот уровень продаж при этом достаточно активных после всплеска на вопрос по поводу кстати фунта мы с вами рассмотрим на основных валютных парах это когда бы рассматривать его поведение относительно доллара но на текущий момент данный диапазон мы уже с вами проторговать вниз не будем то есть повторять наш ход по пробою даже с учетом того что в принципе уже есть некая запозна запоздание а почему бы и нет пики совпадают с текущими уровнями давайте так если еще будет ретест данного уровня и будет отбойный паттерн то заходим это будет оптимально на дейли фрейме пока что видно что на уровне 1 71 40 был ложный пробой 1 выкуп 2 выкуп 3 выкуп сейчас но сопротивление пока что намного сильней достаточно сильный уровень у нас есть повыше и вот уровень область которой мы подходили вчера поэтому пока что рассматриваем с точки зрения продаж стоит ли работать от этого уровня нет не стоит евро нзд по евро нзд закрываем наши позиции закрываем их ручную в принципе не так не пошла хотя как сказать актуализация данного входа в принципе произошла мы с вами сходили немного вниз произошла консолидация но что произошло на текущий момент этот уровень пробивается импульсом мы подходим к верхней границе и здесь опять же с учетом того что у нас произошел импульс текущее накопление строить для формирования отбоя надели премия текущего уровня с походом вниз не могу сказать будет ли это на ввп либо на там все но скорее всего здесь будет шип а так это будет шип закрываем с убытками нашу короткую позицию фунт австралиец по фунту с австралийцем у нас вчера мы на четверке и начать и вышли из этого уровня проторговались взяли лишь малую часть сейчас проторговка направлена вверх поэтому кто не закрылся также закрываем данные позиции посчитаем что она убыточная потому что на четырех часовом фрейме вы могли входить только здесь поэтому увы пока что динамики по фунт австралийцем вниз нет несмотря на то что на дейли фрейме данный пробой состоялся как может картина выглядеть уже ближе к вечеру то что мы с вами тестируем данный уровень сейчас его помечу здесь и вот если у нас с вами после ретеста данного уровня будет ложный пробой при возвращении в диапазон мы будем снова заходить в короткие позиции но пока что на дейли фрейме на текущей картине нам формируют ложный взгляд по данному уровню соответственно дабы не преувеличивать риски мы начнем небольшую фиксацию наших позиций фунт канадец входных параметров пока что нет уровень подтвердился для истории мы с вами его пометили ждем подхода к реверсному уровню 086 63 напоминаю это пиковый уровень от которого мы с вами смотрели проходит уровень коррекции еще 38 2 соответственно 23 и 6 сейчас мы проходим идем к следующему уровню но на ланге пока что не встаем хотя еще раз говорю потенциал конечно рассматривается в будущем вверх но будем заходить только от текущего по фунту швейцарскому франку тут конечно нельзя сказать эпик фейл не эпик фейл перенос нашего входа в безубыток зацепили вчера на стоп лоссе и пошли уже без нас вверх что делать ничего потому что догонять уходящий пояс мы с вами сегодня не будем да и в ближайшее время будем ждать пока начнется очередная консолидации текущий выход из диапазона состоялся к цели мы подошли но к сожалению потеряли данный ход из-за переноса нашего нашей позиции без убыток фунта иена продолжает лететь дальше как ракета оказывается цели могут стоять и дольше напоминаю что наша цель была после первых ходов 400 пунктов после вторых ходов это было 300 пунктов сейчас уже после достижения целевого уровня цена еще прошла больше 200 причина простая надели фрейме пробили сопротивление летим спокойно себе в космос потому что если кто опять же вдруг не вышел только стоп лосса переносим те кто не вошел те кто жалеет об огущенных возможностях позиций пока что новых у нас не будет и по австралийцу с новой зеландии вчера туризмировался вход сработал стоп лосс мы его потеряли но пока что еще раз говорю на дейли фрейме и на недельке о развороте говорить рано сейчас мы будем подходить достаточно сильную область проторговки это видно на четырехчасовом фрейме напоминаю у нас был диапазон которым подходила цена которую мы проторговали поэтому проход вниз мы не изменяем но тем трейдером которым хочется поторговать внутри диапазона с короткими стопами в случае подтверждения текущего возвращения в нижний диапазон short маленький но текущих уровней не больше не меньше при этом трейлер руками и так уважаемого на изделия хочу уточнить если вопросы о нефти металлом и кросс курсом на текущий день напоминаю если вопросы есть мы с вами пишем есть если вопросов нет тогда нет вот и буквально через три минуты у нас начнется семинар по основным валютным парам и так я вижу что вопросов нет соответственно мы с вами переходим на минутную паузу и вы переходите на семинар по основным валютным парам и классической методики технического анализа которая начнется буквально через минуту до встречи в эфире